С вами Борис Тенцель и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте, понедельник, хороший летний такой, утренний понедельник. Вы знаете, особенно когда хорошие интересные гости, а я вчера говорил в новостях вечером, что у нас сегодня есть возможность поговорить о семье. Современная семья, современные дети, но как бы для примера мы с вами будем разговаривать с израильской семьей. У нас в гостях израильская молодая семья, у которой молодая девочка, мечтающая быть певицей, и родители, которые ничего против этого не имеют, что очень удивительно, вот лично для меня. Поэтому мы сегодня и поговорим и о семье, и об Израиле, и о современных детях, и о нашей с вами жизни. Поэтому я сразу же представляю гостей из Израиля, я напоминаю вам. Это у нас семья, семья, вообще семья, вас трое. Но мы надеемся, что у вас уже все впереди. Итак, семья Литвак. Диана, Диана Литвак, Светлана Гольдберг и Ян Литвак. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Как вам перелет, как вам Америка, как вас встретила? Вы чувствуете себя, что вы в Америке, ну как будто вы в Израиле? Потому что говорят, я пообъясняю, говорят, что Израиль это маленькая Америка. Правильно. У большого родного брата в гостях. У большого родного брата. Значит, смотрите, мы с вами, так сказать, попробуем разобраться, что такое сегодня семья. Поскольку у вас растет Диана, и Диана у нас мечтает быть певицей. Это правда, Диана? Ты, правда, хочешь прямо певицей быть? Да. А что тебе нравится? Тебе нравится, когда хлопают или когда цветы? Что тебе нравится? Да, я пою. Тебе нравится вот, а дома ты поешь? Да. Нет, мы с тобой не будем говорить да или нет. Мы будем говорить более такими, большими предложениями. Скажи, пожалуйста, ты дома часто поешь? Как часто ты поешь дома? Каждый день? Все время, скажи. Целый день. Целый день поешь? Да. На каком языке ты поешь? На всяком. На всяком? Всякое это какое? Это иврит? Это русский? Иврит, русский. Английский, французский? Иврит, русский, всякие такие. Понятно. Теперь я хотел бы узнать, чем занимается мама? Мама тоже поет. Тоже поет. Тоже целый день? Ну, уже нет. Уже когда есть время. А на каком языке? На всех языках. Тоже? На всех языках мира. Так. И папа поет? Нет, папа не поет. Папа не поет? Как же так? Не получилось. С пением. А ничего, что они двое поют, а вы не поете? Ну, нормально, нормально. Но я просто редко бываю дома. Пусть поют. Поэтому вы переносите нормально. Я хочу спросить вас. Пожалуйста, вы бизнесмен. Я. Бизнесмен в ресторанном бизнесе. У вас ресторан. То есть, как бы, вам знакомо, что такое пение, что такое. Но с другой стороны, у вас дочь хочет петь. Это, как бы, вы сами это поддерживаете? Или вы сами хотите это? Или так получилось? Случайно она сама вот поет и поет? Ну, во-первых. Вам пришлось согласиться? Нет. Ну, во-первых, это не самое худшее, что может быть. И это нравится. И мать у нее певица. Ну, пусть поет. Пусть поет. Хорошо. Тогда мы сейчас покажем вам визитную карточку той самой девочки, которая пусть поет. Пожалуйста, покажите нам первое видео. Сюжет. Пожалуйста, покажите нам первое видео. Пусть поет. Пусть поет. Пусть поет. Пусть поет. Она рассказывает, что нельзя, то, что мы делаем, нельзя это убирать или что-то делать. Нельзя сорить. Да. Это был проект, да, и это экологическая песня об экологии, о чистоте, обо всём. Хорошо, давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 песни на русском языке. Какие ты исполняешь? Что вы представили? Какие? Про животных, про собак, про кошек, про кого-то. Мама, может сказать? Мама знает, какие ты песни на русском языке? Про кошку. Больше на иврите, конечно, она поет. На белорусском языке она поет. Вы из Белоруссии? Мы из Белоруссии. Но дело не в этом. Она ездила на славянский базар и там с коллективом «Цветы Аждода». Они пели песню Рэйченко на белорусском языке. Специально подготовленную к этому фестивалю. Скажите, пожалуйста, Светлана, вы певец, вы всю жизнь пели, поете, да? Я всю жизнь занималась музыкой, у меня высшее музыкальное образование, да. Вам нравится петь или вам нравится зарабатывать деньги? Мне нравится петь. Вот просто сам процесс вам доставляет удовольствие. Какие песни вы поете на работе? На игре? На русском? Да, на всех языках. Тоже на всех языках? Как вы говорили, на всех языках. Что значит, что на всех языках? Тоже на белорусском, на французском? Нет. Иврит, русский, французский, английский. А вот люди, которые находятся в ресторане, да, это ресторан, это ресторан вашего мужа, как бы, это ресторан Яна, это большинство, кто? Русские. Русская публика, в основном, но... Бывает, забредет какой-нибудь израильтянин. Ян, это бизнес. Это бизнес в городе Ашдоди. Мы часто в новостях слышим Ашкелон, Ашдод. Ашдод, это недалеко от газа, да? 22 километра. 22 километра, да. А вот чувствуется какое-то ощущение, есть ощущение, что рядом газа, что рядом какие-то провокации против Израиля происходят, или совершенно автономно? Очень редко. Это было тогда, когда было, вот недавно, но вообще мы чувствуем себя в безопасности. Почему? Просто внутреннее такое ощущение, или вы знаете, ничего не долетит сюда, или как бы вы уверены в израильской армии? Уверены в израильской армии. То есть полное, совершенное спокойствие, что все будет нормально? Да. Вы не боитесь за свою дочь, когда она уйдет в школу, где-то она играет, где-то гуляет, вы спокойны, что... Я буду за нее переживать, когда она пойдет в армию. Понятно. Ну, это еще далеко, но и кроме того, все родители, наверное, в Израиле к этому. Скажите, пожалуйста, а вот вам приходилось сталкиваться с бизнесом, подобным бизнесом в Америке или в другой стране? Нет. Никогда. То есть вы знаете только израильский бизнес? Да, у меня есть друзья в Америке, товарищ, который имеет свой ресторан, русский. Это все, что у меня есть в Америке. Но вы с ним обмениваетесь? Ну и как вы считаете, работать в Израиле сложнее, легче или в Америке? Работать в Израиле сложнее, чем в любом месте на земном шаре. Почему? Ну, потому что, во-первых, маленькая страна и большая конкуренция. И для того, чтобы выжить, для того, чтобы быть на плаву, нужно постоянно что-то делать. Понятно. А чтобы воспитать дочь? Вот семья есть, вот есть дочь у вас. Вы как бы думаете о том, как ее, какое образование, как ее воспитывать? Или это все мама занимается? То есть у вас не хватает времени? Нет. Ну, на детей должно быть время всегда. Сколько времени вы проводите с своей дочерью, с Дианой? Ну, провожу. Немного, конечно. Хотелось бы больше. Что вы с ней делаете? Вы с ней гуляете, вы с ней танцуете, играете во что-то. Что может бизнесмен успеть сделать со своей дочерью, когда у нее мало времени? Как вы думаете? Иногда хожу на родительское собрание. Ну и как вы довольны? Да. Да, только хорошие отзывы. Хорошие. Диана, скажи, пожалуйста, тебе нравится в школе учиться? Нет. Не нравится. А почему? Что тебе не нравится в школе? Потому что там мало поют или потому что… Потому что надо вставать в семь утра. В семь утра. А вложишься на в котором часу Д? В десять или в девять. И ты не высыпаешься? Скажи, пожалуйста, как часто ты смотришь телевизор? Ну… Каждый день? Может быть такое. Вечером смотришь перед тем, как идти спать? Нет. Не смотришь. Тебе не разрешают? Или ты не хочешь? Или тебе не интересно? Нет интересного. Нет ничего интересного? Да. А что ты любишь смотреть по телевизору? Какие передачи? Музыка, кино, танцы, боевик, стреляют. Я не знаю, какие там передачи тебе больше интересны. Про что? Всякие комедии просто. Комедии тебе нравятся. А когда поют, ты любишь смотреть? Да. Песни исполняю. Ты что-нибудь… Вот когда ты видишь на экране, кто-то поет. Ты что-нибудь для себя берешь оттуда? Ты, ну, как бы учишься чему-нибудь? Вот как он повернулся, певец? Как он пошел по сцене? Как он улыбается? Ну, иногда. Но ты думаешь об этом? Да. Светлана, скажите, пожалуйста. Вы говорите о том, что вы не против, чтобы Диана была музыкантом, девицей. Что вы для этого делаете? Занимаюсь ею. Все время. 24 часа в сутки. Ну, давайте. Давайте вот 24 часа с вами разберем. Потому что мужу тоже, наверное, интересно знать. Из чего состоят 24 часа? Ну, школа. Ладно, школьные часы. Это не совсем вы занимаетесь. Да. Вы делите. Она приходит со школы. У нее есть мало времени даже пообедать. У нее есть... Она занимается также гимнастикой для формы, чтобы она была стройненькая у нас. Вы тоже поздравляете? Да. Стариного, Семьего. Вот. Потом у нее урок вокала. Вы проводите этот урок? Нет. Я дома с ней, конечно, могу проводить. И провожу, и помогаю ей. Но она ходит, занимается профессиональным преподавателем. Занимается вокалом. И также ходит еще в детский коллектив. Поет с ним. У них вокально-хореографическая такая группа. Красивая очень. Где они вместе ездят на все фестивали, на все конкурсы. Как часто она с коллективом отвечается? Два раза в неделю. Это минимум. А с концертами и с другими репетициями, которые нужно приготовить... Чаще приходится? Да, намного чаще. Четыре раза в неделю. А когда она занимается со школьными делами? Успеваем. Успеваете? Успеваем. Успеваем все. Кушать иногда не успеваем, а уроки успеваем. Скажи, пожалуйста, ты сейчас готовишь какую-то песню? Как долго происходит подготовка песни? Неделю, день? Где-то недельку. Неделю ты готовишь песню? А с чего начинаешь? Как начинается? Ты сама решаешь песню? Ты хочешь эту... Тебе нравится? Или это маме нравится? Или это... Это кому нравится? Как решается? Мне, но я советую. С мамой или с кем? С мамой. Да, и вы решаете, подходит какая песня тебе или нет. Хорошо. У нас есть несколько фотографий. Давайте мы посмотрим несколько фотографий из жизни этой семьи, которая растет будущая молодая, будем считать, лауреат, международных конкурсов. Да? Тайгох. Хорошо. Вот, пожалуйста, на эстраде. Диана Литвак. 9 лет. Израиль. А это семья. Папа, мама. Вы часто куда-нибудь ездите вместе? Мы ездим только вместе. Только вместе. И часто это бывает? Ну, бывает. Бывает. Естественно, для тебя они много путешествуют, да? Да. Маленькая сторона, хочется куда-то поехать. Да. И что, мама поет вместе с дочерью? Такое бывает? Бывает, оказывается. Иногда. Это вот Диана, да, правильно? Рядом с мамой, да? Да. Рядышком стоит Диана. А с дочерью вообще петь приятно? Или очень волнительно? Очень волнительно. Со слезами на глазах. Это Диана тоже? Да. Вместе с ансамблем, я понимаю, так, да? Это какой-то вот тот самый ансамбль, о котором мы говорили. Это тоже ансамбль и тоже... Ну, как она... Цветы Аждо, да. Цветы Аждо, да. Да, как мы из Аждо, да. Ну, она так уверенно себя чувствует. Так это руки, так у нее все это получается красиво. А-а-а. Ну, это уже, наверное, мамин наряд. Мама придумала. И диплом. За все это получаешь диплом. Скажи, пожалуйста, Диана, а дипломы, это приятно получать? Награды? Да. Много у тебя уже наград? Немного, но немало. Это в твоей комнате висит, да? Ты как-то их как-то под стеклом. Где они у тебя? Или папка какая-то? Лишь одна за столе. Кубки. Кубки. А, и кубки тоже дают? Да. А, это тоже за песни дают кубки, да? Да, за места призовые. А вот гимнастикой она занимается? Медали. Это медали. Кубки, медали, дипломы. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Яну. Вот семья, где... Мне просто очень интересно, где семья, в которой все поют. Все поют. Вы видите свою цель в том, чтобы создать возможность для того, чтобы Диана стала певицей? В чем вы видите свою задачу? Только в том, чтобы вовремя пришли деньги, чтобы бизнес хорошо работал, или что-то еще? И хорошей певицей быть, это тоже большое дело. И если она действительно ей это будет нравиться, и она захочет продолжать, я приложу все усилия, чтобы это получилось. А вам не кажется, что это трудная, сложная карьера, жизнь у человека творческого. Может быть, проще быть врачом? Я не думаю. Я не думаю, что проще. Любая работа, если к ней относиться по-настоящему, она достаточно тяжелая. Любая работа. То есть вы как бы держите очень внимательно свое зрение и слух на то, что нравится вашей дочке? Да. Потому что если не будет нравиться, нет смысла на это давить, на это продолжать. Потому что она не будет продолжения. Я так думаю. То есть вы видите смысл своей жизни в том, чтобы дочь стала тем, кем она хочет? Да. А немножко не занижает эту цель жизни? Ведь вы тоже хотите стать кем-то, кем вы хотите стать? Бизнесменом? Я не знаю. Может быть, чтобы ресторан был лучше в Израиле, самый интересный, может быть, больше, может быть, еще что-то такое. Ну, он и так достаточно большой. Один, у меня их два, один до 300 мест, второй до 200 мест. Так что мест достаточно уже вместимости. Ну, наверное, есть куда развиваться. Какие вот, хорошо, вот она мечтает новые песни. А вы что мечтаете новое? Я мечтаю, чтобы мой бизнес процветал. Но для этого нужно, опять же, я говорил, что нужно постоянно работать для этого, тяжело. И будет процветать бизнес. И если у нее будет любимое какое-то занятие, я буду стараться, чтобы она тоже продвигалась в этом. Потому что это неплохо. Быть певицей, профессиональной певицей, это неплохо. Это неплохо. И это и интеллигентность, и чему-то человек учится, и культуре, и всему. Это красиво. Это красиво. Светлана, вы согласны? Согласна. Согласна. Но если она захочет стать врачом, будем помогать ей учиться, быть врачом. Вы тогда будете 24 часа заниматься медициной. Медициной. Изучать анатомию. Стоп. Хорошо, тогда мы слушаем еще песню, чтобы мы Диану еще лучше узнали. Пожалуйста, покажите нам второе видео. Клип. Пожалуйста, покажите нам второе видео. Субтитры сделал DimaTorzok. О чем песня? Давайте расшифруем. Диана, о чем песня? Все хотят вырасти, но я хочу остаться маленькой. Это песня такая или это ты так хочешь? Это песня такая. А ты? Хорошо, начать давай послушаем, а ты мне потом расскажешь. Это конкурс какой-то, да? Это международный конкурс, который проходил воевать летом этого года, 2060 года. А, прямо вот свежий, свежий, да? Да. В HEA. Я... В HEA. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все хотят, все, все, все хотят вырасти, а ты не хочешь, ты не желаешь этого сделать Ты понимаешь, почему так? Героиня или ты, я не знаю Почему девочка не хочет вырасти? Вот как ты думаешь, почему все хотят, вот ты сама хочешь вырасти быстрее, стать быстрее взрослой, певицей, уже выступать профессионально? Иногда да, иногда нет А как ты думаешь, почему девочка, о которой ты поешь, не хочет быть взрослой? Ей нравится быть маленькой? Потому что, когда уже вырастаю, так... Что происходит? Мама не помогает? Ответственности много Ну, если слова ответственности начинать, то это тяжело Мама не помогает тогда, да? Думаешь? Когда станешь взрослой? Ну, иногда помогает Иногда помогает Скажите, вот я, как бизнесмен, это дорогое удовольствие, дочь сделать певицей? Да Вот, участие в конкурсе, например, это платное участие? Для того, чтобы там, надо какую-то заявку, надо что-то уплатить, надо какой-то костюм сделать, это дорогое удовольствие? Ну, не дешевое, не дешевое Но есть люди, которые работают и на фабриках тоже, и... И тянут тоже Тоже детей, поднимают певцы Ну, я понимаю А в то же время много таких детских конкурсов, Светлана? Много происходит таких вот каких-то... Много, много Тусовок, конкурсов, поездок? Много, но стараемся выборочно, не на все, конечно, ездим, на то, что более-менее... Ну, и не так часто, потому что не все могут себе такое позволить Она ездит с коллективом, представляет коллектив и поет сольные песни Ну, два раза в год мы точно ездим А коллектив, когда выезжает куда-то, это оплачивает родителей или это муниципалитет оплачивает? Это оплачивает родители Это не муниципальный ансамбль, там, нет ничего Все на родительских деньгах Энтузиазме Энтузиазме и деньгах родителей А есть какие-то... Вот сейчас ЭЛАД, да? Это вот ЭЛАД Ну, вот, что дал этот конкурс? Он что-нибудь такое для вас открыл новое? Для Дианы он дал... Она может ездить на любые конкурсы, так как она уже лауреат и дипломат Не на все конкурсы можно приезжать без имени То есть каждому жилу... А, вот так, да? Да, есть какие-то ступени и можно продвигаться дальше И вот ЭЛАДовский, вот это выступление в ЭЛАДе, это уже дало ей возможность заявить, что она была на международном конкурсе На международном конкурсе и получила первое место Первое первое место было? Да, в ее номинации, возрастной номинации Это кубок? Это кубок и медаль, и диплом Это все вместе И она молодая А с каких стран там были где-то? Там были из Румынии, из России, из Америки Ну, изо всех стран мира А возраст? Разный возраст До 18 лет Ну и как вы, как профессиональная певица Как вы чувствовали, ребята подготовленные? Очень достойные дети есть Очень достойные Не знаю, ли у них есть будущее, но они достойные А вы чувствовали, где вот, где ребенок талантливый, а где талантливые родители? Ведь очень много, наверное, зависит от родителей, да? Видно, когда родители вкладывают в ребенка Да, очень видно В чем это проявляется? Одежда или манера движения ребенка? Вы понимаете, что сам ребенок так это не сделает? Поведение, во всем Но очень многое зависит от жюри Родители тут уже ничего не могут сделать Как жюри оценят, так и будет Да, как же А вы ездите, Ян, когда конкурсы? Вы болеете? Да, ну мы вот ездили вместе на Славянский базар в Белоруссию И, ну так, вот, вот последний конкурс в Илладе Там, где нас заняло самое высокое место Это первый раз в жизни она поехала сама И пробилась сама И получила первое место сама Так, может быть, не надо, чтобы она только одна есть? Может быть, как раз бы Теперь мы пересмотрим этот вопрос Просто у нас было много работы, и мы не смогли Алло Привет О, как вокруг шумно Как ты меня слышишь? Я тебя прекрасно слышу А ты? Твой волшебный голос я услышу всегда Счастье слышать, говорить и ощущать ароматы цветов Подарит вам Эмма Мастерс Врач отоларинголог с 30-летним стажем У вас долги, финансовые проблемы? Вам нужен опытный адвокат Адвокат Надежда Урсулова Я практикую в области банкротства уже более 12 лет За эти годы я представила в суде Тысячи дел различной сложности И ни одному из моих клиентов Не было отказано в предоставлении банкротства Поэтому, если сегодня в вашей жизни Наступили тяжелые времена Не отчаивайтесь У вас есть надежда Адвокат Надежда Урсулова Это ваша надежда Когда разбил радикулит Спина ломит всего знобит Когда немил весь белый свет И худо так, что мочи нет И все болит, и тут, и там Каким бежишь ты, докторам? КА-К-НО-С-КИН! Когда ты цел и невредим Болезнь рассеялась, как дым Хвала искусству докторов Ты снова весел и здоров Кому спасибо говоришь Каких врачей благодаришь? КА-К-НО-С-КИН! О-Ш-Н-К-ЛА-С-У! Правильный диагноз Залог успешного лечения Доктор-физиотерапевт Ирина Ковалева Обладает талантом диагноста И талантом лечащего врача Оушен Медикал Плаза Золотой ключик к вашему здоровью Дом отдыха «Сказка» Это чудесный летний отдых Для всей семьи в Кастильских горах Штат Нью-Йорк Близлежащие кристально чистые речки и озера Утопающие в зелени коттеджи И корпуса с кондиционерами Холодильниками и телевизорами Вкусное обильное питание Экскурсии, танцы и концерты Русское телевидение и интернет Доставка из Нью-Йорка, Бостона, Линна, Филадельфии и Чикаго Дом отдыха «Сказка» Это сказка наяву Информация на сайте сказка.юс И по телефону 718-232-30-50 Медицинская школа Маунт-Синай Привилегия Корнель Медикал Центр Ибес Израэль Медикал Центр В Манхэттене Борд Сертифайт в урологии С 20-летним стажем Автор научного раздела В учебнике по урологии Урологические институты доктора Штайнера Находятся в Манхэттене, Бруклине и Квинсе Вас будет осматривать доктор Штайнер А не ассистент 718-368-06-00 Тысячи пациентов побывали у других урологов А пришли лечиться к доктору Штайнеру С вами Борис Стенцер Мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам» У нас сегодня в гостях семья Семья из Израиля Семья Литвак Ян Литвак Светлана Гольберг И Диана Литвак Интересна эта семья тем, что Диана, дочь Которой всего 9 лет Мечтает быть певицей 9 лет, 6 лет Мы уже смотрели видеоклип В котором она впервые выступает Говорит о том, что Девочка талантливая У девочки есть Определенные возможности Наверное, добиться того, что Мечтают родители Но главное, что Родители считают Что Посвятить себя Детям Дамствующие Диане Это главная цель В жизни И самая интересная цель Я правильно говорю? Правильно Сейчас мы покажем вам на экране телевизора Номер телефона Мне кажется, что Этот вопрос И это отношение К дочери И к детям И родительское отношение Оно В какой-то степени Спорно А может быть Вам покажется это по-другому Но в любом случае Пожалуйста, звоните 201-461-1384 И участвуйте в передаче Ваше мнение Ваше отношение К семье И воспитанию ребенка Скажите, пожалуйста Светлана Вот Что бы вы хотели Такое Вашей дочери Дать Чтобы она в жизни Себя чувствовала Уверенной Нормальной Есть какие-то такие вещи Которые Надо ее научить Может быть Быть Зубастой Злой Или наоборот Доброй Быть Контактной Что вы Считаете? Я ее учу Всему Она у нас вообще Стеснительная девочка Я учу ее И она даже стесняется Иногда поздороваться И я ей объясняю Что это Признак дурного тона Если ты не здороваешь Что люди неправильно поймут Люди неправильно поймут То есть я страсть Объяснять ей все И она постепенно Взрослеет Я думаю Что она Будет в порядке Будет в порядке Вот это вот Слово как раз В порядке А в чем она будет в порядке? То есть она будет Хорошо себя уверенно чувствовать В обществе? Я думаю Что она будет у нас Хорошим человеком Я надеюсь Вы когда росли Светлана Вот вы когда были Как бы В возрасте Вы себя помните В возрасте Дианы? Помню Помню Что вас Ну как бы Вы мечтали тоже Как-то музыкой заниматься? Ну да Я мечтала заниматься Я занималась музыкой И родители меня В общем-то Заставляли даже Заниматься музыкой Я где-то сопротивлялась Но я очень благодарна за это Что они меня заставили вовремя И я думаю Что не так все плохо Я на вас заставляю Заниматься музыкой? Да Да Тоже заставляю? Я играл на аккордеоне На трубе На ударных инструментах То что сейчас пришло Может еще на чем-то Ну и как? Что-нибудь осталось? Ничего Ничего, да Но это дало вам что-то? Как вы считаете? Конечно Конечно И тут просто Опять же таки В работе У меня работники Которые Работники сцены Певцы Певицы У нас закон Не работать по фонограмму Не петь под фанеру И я могу различить То есть когда вы приходите на концерт Вы можете Отличить сразу Да Приехала Пугачева под фанеру Меня не проведешь в этом Да Хорошо Значит мы начинаем Разговаривать и с нашими телезрителями И их мнение Анна Город Бостон Здравствуйте 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 Мне очень приятно Увидеть по телевидению Своих близких друзей Меня зовут Аня Фишкина И я сейчас нахожусь в Бостоне А, ну вот я так и думал Привет У нас есть завидное постоянство Встречаться с Яном Дианочкой и Светой Только за границей На отпуске Потому что мы тоже живем в Израиле И тоже воспитываем дочь-певицу У нас ужасно много общего А и у вас дочь-певица? Да, да Скажите Сейчас очень весело И очень хорошо поет Я думаю, что я счастливо видеть Дианочку взрослой Скажите, пожалуйста Вас Анна Да, Анна зовут Скажите, Анна Вы сказали Вы сказали о том Что у вас тоже дочь-певица И вы тоже с Израиля Скажите, это что В Израиле такая Мода Дети-певицы становятся? Нет, я вам расскажу На самом деле Я привезла свою дочь Учиться в Беркли В самую программу В летнюю программу И я хочу очень посоветовать Яну Продолжить то же самое И я с удовольствием И вам посоветую Летнюю программу в Беркли Потому что я тоже певица И дочь моя певица И нас много-много-много Объединяет С прекрасной семьей Которую я сейчас Совершенно случайно Увидела по телевидению И получила огромное удовольствие Их видеть Я так понимаю, что они сейчас в Америке Скажите Еще один у меня к вам вопрос Вы сказали тоже Что вы тоже певица И дочь ваша тоже певица И вы тоже хотите Чтобы ваша дочь сделала карьеру И стала певицей Вы знаете, это, наверное, генетический момент Когда мать поет И дочь это слышит То самый главный пример для девочки Это пример ее мамы Поэтому, наверное, это не случайно Когда мама поет А дочь начинает петь еще в животе В мамы То это проходит в нее Проникает в ребенка И это не зависит от нашего желания А сколько лет вашей дочери? Нашей 14 лет И она сейчас поступила В летнюю программу И я надеюсь, что она тоже будет певицей Ну что ж, я желаю вам удачи И если вам не трудно Дайте мой телефон Яну, Свете и Диане Я их очень люблю И очень хорошо И чтобы твой ресторан процветал тоже Она тоже хозяйка ресторана А, тоже хозяйка Да, да, да Действительно А в каком городе вы живете? Милые совпадения с семьей Литвак И мне очень приятно вас видеть Хорошо, спасибо Спасибо большое Все здоровы и счастливы Пока Всего хорошего До свидания Прямо У вас все поют Да Все владеют рестораны И все мамы поют В общем, прекрасно Как часто вообще Вы встречаете, чтобы Ребенок пел Вот у вас друзья Они готовят из детей своих? Ну, не все, конечно Не все Вот у нас хорошая семья Друзей У них дочь Занимается Гимнастикой художественной И очень серьезно Вот они дали упор На это То, что нравится Они пробовали И в пении Пробовали И в фортепиано И в гимнастике Везде попастье С ребенком Да В самом Аждоде Есть много всяких Я не знаю Там Домов культуры Как это раньше Знавалось Очень много Культурных центров Очень много Матнаса Для любого возраста От млада До Есть даже То есть Если семья Желает Своего ребенка Развивать Есть для этого Все возможности И всему И бальным танцем И гимнастикой И пением И спортом И боксом Шахматы Что хочешь Для этого Нужны деньги Родителей Большие деньги И время 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 В основном Небольшие деньги В принципе По большому счету Я не думаю Что Это Опять же Если будут большие Будут пустые Эти Кружки Эти места Куда нужно Приводить детей Если это Большие деньги Будут стоить Все понимают Понятно Диана Скажи пожалуйста Когда ты Собираешься У вас бывает С детьми Какой-нибудь В праздник Вместе С ребятами Со своими Друзьями В школе Или где-то Вы собираетесь На какие-то Торжества Какой-нибудь Как это называется Мельсиболт Да? Ну Иногда Мы в школе Идем на сериалы Так Мы все идем На сериал Да А вот Когда вы собираетесь Что где-нибудь Вы кушаете Или вы там Танцуете Вы поете Такое у вас бывает Честно? День рождения Только на дни рождения Ну дни рождения Ну а дни рождения Часто бывает в Израиле? В Израиле чаще Два раза в году Вместо одного раз Собираетесь на дни рождения? Вот ты поешь там Когда вот С ребятами встречается Или все Кто-нибудь поет Или вместе поете? Вместе поем Вы вместе поете? Да А какие песни Вы поете? Вот напой Какую-нибудь Песню Которая тебе бы нравится Больше всего Может на иврите? Я ее уже забыла Ты уже забыла? Ты просто смущаешься Как часто ты бываешь На телевидении? Привыходилось Тебе быть Когда-нибудь На телевидении уже? Ты выступал? В Израиле Тебя приглашали На телевидение? Мама тебе не подскажет Ты сама Прекрасно знаешь Не помнишь? Что тебя смущает? Тебе тяжело говорить На русском языке? Да А дома на ком языке Разговариваются? И на иврите И по-русски Ты изучаешь русский язык? Ты ведь родилась в Израиле, да? Да Русский язык Ты учишь сама Да В школе ты не учишь русский язык? А как ты учишь его? Тебя мама учит Или ты ходишь на какой-то курс? Кто тебя учит? У меня есть просто книжки По-русски И я их читаю А ты читаешь? А писать ты тоже умеешь? Да Вау Что-то тогда тебя смущает русский язык? Ты мало разговариваешь на русском языке? Да С ребятами ты не разговариваешь по-русски? Да? Только на иврите? Да А с мамой, с папой? Дома? И на иврите, и по-русски Легче тебе на иврите говорить, да? Да Это твой язык, который я учусь Светлана, как вы добились того, что этот ребенок разговаривает по-русски? Что вы делаете для этого? Просим дома Иврит она выучит в школе, как так получилось, как мы думали Что иврит она взяла быстро А дома только по-русски Только по-русски Еще один язык никогда никому не помешал То есть, в самом начале ее рождения Вы как бы решили, приняли такое постановление в семье, решение семейное, что говорить только на русском языке? Да А так вот чтение, значит, вы должны как-то, значит, найти время, сесть с ней вместе, да, с учебником и читать? Ну, вначале это была азбука, это были буквы вначале, потом слоги, а потом она это соединила и теперь читает И пишет? Да, причем читает очень бегло по-русски А где живут бабушки? Или бабушка, или вообще, как бы, старшее поколение? Одна бабушка живет недалеко от нас, а вторая бабушка живет в Ашкелоне, в другом городе, который тоже близко от нашего города А по ней помогают бабушке в Израиле? Помогает Своими внуками встречается? Да Ну, тоже ведь, если бы она не говорила на русском языке, тогда с бабушкой ей тяжело было общаться? Бабушке бы ее не поняли То есть есть полный резон, все-таки знать русский язык Да Ее вас любят А бабушкам нравится, что она поет? Ну, еще бы внучка Очень, очень, имеют удовольствие, ходят на концерты бабушки наши, плачут вместе с нами От умиления Все А какие песни? Вот как вы подбираете, ну, я не знаю, репертуар? Ну, я и не подбираю репертуар, на самом деле Это ей под... Она же в коллективе, там приносят уже песни, которые они изучают Руководитель коллектива, приносят песни, они их изучают Ну, вот отдельная у нее жизнь, если бы ей вот эта песня «Я не хочу взрослеть», например Ну, это тоже нам помогли, подобрали эту песню Подсказали? Да, да И мы ее готовили Окей, тогда мы поговорим с Владимиром Сан-Франциско, Владимир, здравствуйте, с нами в студии Алло Доброе утро Доброе Здравствуйте Я смотрю вас по телевизору, можно говорить? Да, да, пожалуйста Спасибо Я... Говорите, говорите Я две недели был в Израиле в моем месте Я влюбился в эту страну, в этих людей Встретил там друзей и родственников В ресторане я организовал встречу, больше 20 человек Я думаю, что Израиль имеет все возможности, чтобы стать одной из лучших страной в мире И вот семья Литвак, она подтверждает, что Израиль имеет большой-большой детский потенциал и взрослый потенциал Я вас всех крепко люблю и целую Спасибо Мы будем стараться Спасибо, спасибо Видите, человек специально встал рано Три часа разница, сейчас 11, да? Значит, это где-нибудь 9-9 часов, чтобы вас поприветствовать Что значит впечатление после Израиля? Понравится жить в Израиле? Очень Да Да, мне нравится жить в Израиле Но ведь не все, наверное, хорошо устроились в бизнесе У вас есть знакомые, друзья, приятели, которые себя не нашли в Израиле Сколько лет у Израиля? 20 лет 20 лет У меня есть знакомые, которые работают на фабриках, на заводе Есть водители, семитрейлеров Есть зубные врачи, знакомые, очень близкие знакомые Я могу сказать одно В Израиле тот, кто хочет себя найти, он найдет Тот, кто считал, что его с самолета примут, возьмут на руки и будут нести все время Тот себя не найдет Вас не носили? Не носили Тяжело было вначале? Было Как вы нашли такой бизнес? Почему вы ушли в этот бизнес, а не в другой? Ну это очень... Вам не хватит вашего эфира Это очень долгий разговор Вообще я водитель-дальнобойщик По жизни и в Союзе был, и в Израиле работал на семитрейлере И у меня хороший товарищ, с которым мы и я с Киева сам Мы с ним имели бизнес в Киеве И приехали вместе сюда, и мы с ним 31 год вместе Он профессиональный ресторатор И мы решили, 14 лет назад, мы решили с ним открыть ресторанный бизнес Попробовать Да И он занимался залом Я занимался всеми хозяйственными делами И канализацией, и туалетами, и кухней, и всем остальным И так, потихонечку Было бы желание Все остальное будет В Израиле Все возможно, все А вот эти ваши друзья, знакомые Они любят приходить в ваш ресторан? Или они едут в другой ресторан? Они любят приходить в наш ресторан И вообще у нас ресторан Наши рестораны считаются Это опять же таки Это не... Я себя не хвалю Но наши рестораны считаются лучше в Израиле И мы стараемся, чтобы это было А что такое лучше? Секрет ресторанного бизнеса Это должно быть обслуживание Должно быть шоу И должна быть кухня Если это есть И какая-то должна быть фишечка Своя Ну давайте с фишечки начнем Какая у вас фишечка? У нас фишечка У нас профессионалы стоят на сцене Это раз Профессионалы от А до Я Все У нас кухня У нас очень хороший повар И мы за этим очень следим И мы куда бы мы ни ездили И мы смотрим Следим за все блюда Смотрим и себе постоянно Меню меняем Постоянно И у нас официант Каждый официант Работает во фраке В рубашке таксида Белые перчатки То есть человек приходит Он понимает, что он попал на праздник Но вообще-то официанты Это большинство Это студенты Или там У нас официанты Это профессионалы Это молодые ребята Только мальчики у нас И мы его не пустим Самостоятельно работать Пока он не сдаст экзамен Мы ему предоставляем Еще одну профессию Мы его учим Он сдает экзамен И начинает работать А можно спросить вас Такое, знаете Будем считать, что никто нас не слышит Здесь часто в ресторанах Люди работают на чаевые То есть их берут практически Ничего не оплачивают И они живут только на чаевые У вас так же? Точно так же И чаевые хорошие И у меня есть еще старшая дочь И сын от предыдущего брака Они работают со мной И работают официантами Хорошо Тогда мы послушаем Бостон Соломир Здравствуйте, Соломир Здравствуйте Очень приятно видеть Такую хорошую семью Спасибо большое за приглашение Но у меня такой тяжелый вопрос Думают родители о том Как будет жизнь личная Складываться их дочери в будущем Ведь это очень трудно Среди артистов Всего доброго Очень трудно что, Соломир, я не понял Очень трудно Нарадить свою личную жизнь Среди артистов Среди артистов Понятно Хорошо, сейчас мы попробуем узнать Хороший вопрос Так далеко мы пока еще, конечно, не думаем Не знаем, как сложится ее жизнь в будущем Может быть она вовсе и не будет профессиональной артисткой Певицей Не знаю Время покажет Надеемся, что у нее все будет хорошо в жизни Ну, наверное, все верят, что так она и будет Так она и будет Дитя, у тебя будет все хорошо? Верим Да Ты будешь певицей Или ты сама еще не знаешь? Не знаю Ты действительно не знаешь Или ты повторяешь? Скажи, пожалуйста Вот есть такие певицы Или певцы Которые тебе нравятся? Которые ты любишь смотреть, слушать? Которые, если бы ты стала большой Ты бы хотела вот такой быть Кто это? Я разрешаю маме подсказать Я думаю, там есть и израильские тоже певцы Ну, какие? Давайте вместе Решайте вместе Ронни, кого ты любишь? Ронни Суперстар Ронни Суперстар, окей Ну, это израильская такая страна Ну да, я понимаю, Ронни Алон Джан Кто? Алон Джан Алон Джан Он очень известный певец Он работает в одном из наших ресторанов тоже И это красиво Это хорошо уровень? Молодой человек Да, да Ну подскажи Сарит Хадат Ну неважно Она знает Она забыла просто А вы включаете какие-то записи Специально Да, конечно Вот как происходит учеба у вас Есть такое, что вот вы садитесь Там Включаете какую-то запись Который певца Да, иногда занимаемся Копированием Копированием, да? Да Конечно Хорошо Виктория Иллинойс Здравствуйте, Виктория Вы с нами в студии Здравствуйте Я бы хотела сказать Очень приятно смотреть на эту семью И самое главное Что ребенок чувствует поддержку своих родителей И родители Независимо от чего Нет материального Нет свободного времени Они Как говорится Дают все Кем бы ни стала ваша девочка Но вы живете ее жизнью Она живет в жизни в семье Она всегда чувствует вашу поддержку И дай вам Бог увидеть то Что вы вложили в своего ребенка И вложите в будущее Спасибо Спасибо большое А Виктория, скажите, пожалуйста У вас есть как бы Ну я знаю Пример обратный Вот бывает такое Что семья не вкладывает в ребенка Алло Бывает людей Нет времени Да Занимаются бизнесом Делают деньги И ребенок как-то Проходит мимо семьи Бывает и такое Но все-таки Когда ребенок чувствует поддержку Я же говорю Будет она артистка И не будет Но то, что Семья всегда рядом с ней И чувствует Она поддержку своей семьи И она им отдаст То же самое по жизни Не важно Кем она станет Понятно Дай Бог Чтобы исполнилась мечта Ребенка и ее родителей Спасибо большое Хорошо Спасибо Спасибо, Виктория Ну тогда мы послушаем еще У нас есть такой небольшой Может быть хотя бы отрывочек Послушаем видеоклип Пожалуйста Покажите нам Еще один видеоклип Где Диана На сцене Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин